Это зримое свидетельство невидимой войны. Войны между ритуальными агентствами, когда даже присутствие полиции ни на что не влияет. В каждой войне есть свои жертвы. Гони, гони, гони. Стекло разбитое. Ты снял, когда он бил? Нет? Снял, снял. У меня еще попало. Все, поехали. Любительские съемки. Представители агентства Мэмори нападают на конкурентов. В одном из этих домов умер человек. На место слетелись похоронные агенты. Самые агрессивные от Мэмори. Их не смущает даже присутствие полицейских. Они рядом стояли. Перекрыли нам дорогу. Вот этот стоял, перекрывал дорогу. Конечно. Так вот видеозапись, Ефин, все подтверждено. Нормально все? Нормально все? А кто бил? Нападения на похоронных агентов выплеснулись в медийное пространство, и агентство стало объектом для разработки окружной полиции и оперативной съемки. Полицейские нашли в офисе и оружие. Лидеры группировки. Гурам Давричьян и его брат Рафаэль Мамедов. Именно Мамедову приписывают авторство методов агентства Мэмори. Мамедов смог подмять под себя едва ли не треть похоронного рынка. В месяц в Екатеринбурге умирают 1000-1200 человек. Принято считать, что успехи компании напрямую связаны с родственными связями Рафаэля Мамедова с влиятельными ворами в законе, ныне уже умершими. Он имеет родственные связи с умершим Тимуром Свердловским, смотрящим за Свердловской областью и убитым дедом Хасаном. Гурам Давричьян стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в разбойных нападениях. Что интересно, на суде он тут же забыл русский язык и на услуги переводчика потратили около 400 тысяч рублей. Судя по показаниям потерпевших, а это довольно крепкие люди, но даже они считают Гурама Давричьяна настоящей угрозой. Отдельные участники похоронного бизнеса считают, что Мамедову удалось наладить связи с начальниками полицейских дежурных частей. Вместе ходили в сауну, там стояли скрытые камеры и полицейский попадал на крючок. Вскоре телефон Мамедова поставили на прослушку. В частных беседах он отзывался о своих помощниках в погонах весьма в нелестных тонах. До нужных людей записи довели. Разработка, дело, суд. И под Новый год время подарков свой неожиданный подарок от прокуратуры получил и Гурам Давричьян. Государственный обвинитель отказался от обвинения столь тяжкого, перешел на преступление небольшой тяжести, квалифицировал, как по 116-й. И в связи с течением срока давности привлечения к уголовной ответственности, дело было прекращено. Как считают наши источники, теперь клан Рафаэля Мамедова переключился на черных докторов, диспетчеров скорой помощи. Это моя бабушка. Она умерла 30 декабря 2013 года. После того, как пожилой женщине стало плохо сердцем, к ней приехал похоронный агент. Она была еще жива. Скорая приехала позже, чтобы констатировать смерть. Мы обратились в прокуратуру, написали заявление, но результатов проверки пока нет. Нам удалось встретиться с одним из похоронных агентов. Мы намеренно не показываем его лицо и ретушируем голос. Сами звонили и представлялись с родственниками, диспетчерами скорой помощи. Оставили данные и просили не приезжать в связи с тем, что родственник уже скончался. Это дело для того, чтобы скорая не приезжала, не спасала людей. А сотрудники похоронной службы успевали приехать и предложить свои услуги. Он рассказал нам, как и за сколько работают черные доктора из станции скорой помощи. У нас в городе есть один человек, фамилию, к сожалению, назвать не могу. Это зам главврача скорой помощи. Он занимается тем в городе, что за определенную сумму может решить вопрос встречи, либо наладить работу с главврачом, со остальными сотрудниками скорой помощи. В станции скорой помощи работают 13 врачей и два старших доктора. Если верить агенту, черные доктора имеют по два телефона. Личный и второй, так называемый маячок, симка, оформленный на другого человека. С него похоронщикам исходит сигнал. Не хотите стать жертвами черных докторов? Предлагают услуги ритуальщиков? Идите в прокуратуру. Приезжают позже 20 минут, это норматив для скорой помощи, насторожитесь. Похоронщики уже мчатся к вам. При этом, по словам главного врача станции скорой помощи установка в помещении глушилок сотовой связи нарушения прав человека. Но самое интересное он скажет позже. Похоже, ему известен клан Мамедова. А скажите, у меня такой вопрос. А у вас вообще замы общаются с представителями похоронных агентов? Там вот Мамедов такая фамилия фигурирует. Может, слышали? Я не знаю. У меня есть заместитель по оперативной работе, но они не общаются. Они к нам как-то приходили в прошлый год и обещали нам сдать конкурентов и сдать наших сотрудников. Но все это только на словах и так далее и тому подобное. На данный момент отказ прокуратуры от обвинения оспаривается в областном суде. Гурам Давришан, похоже, уверен, что он останется на свободе. Внучка ждет результатов прокурорской проверки скорой помощи. Но конкретного информатора, отправившего похоронщика вперед кареты, вряд ли найдут. А Валерий рассчитывает на закон. Но у него складывается впечатление, что его с боевыми товарищами по Чечне словно подталкивают самим использовать методы мемори.